Те люди, с которыми вы связываетесь, вы с ними будете работать в дальнейшем. На что я предлагаю меня смотреть, хотя, конечно, это довольно спорный тезис, у каждого фонда есть правило, сколько времени сидеть в активе, сколько минимально и максимально денег инвестируют в ту или иную сделку, сколько денег свободных у фонда. Но, во-первых, эта информация, как правило, сильно искажена, то есть внутренняя ситуация сильно разрывается с той, которая транслируется наружу, а, кроме того, фонд охотится, прежде всего, за хорошими компаниями, часто умеет отходить от собственных правил, ради правильных людей, правильной ситуации, на рынке, либо хорошего актива, поэтому я предлагаю... Спасибо, ускоряюсь, предлагаю на это не смотреть. Итак, давайте посмотрим, где лукавит инвест, когда вы встречаетесь, и какие конкурсы вам отпускают в процессе коммуникации. Самое главное, не ждать одновременно, потому что он не может, даже если декларируют. Инвестер совершенно не готов вас приводить к успеху, он не знает, как привести к успеху вашу компанию. Наоборот, он надеется проверяться на вас, так, чтобы вы довезли его деньги и принадлежили. Инвестор не готов активно работать. Как правило, у него есть портфель, как правило, этот портфель стоит из местных компаний, нужно пару десятков компаний, и не нужно ожидать, чтобы глубоко участвовать в профессиональном противном управлении. Нечестно ожидать, что ваша компания будет как-то, естественно, интегрироваться с другими компаниями фондов. Там часто приходят и говорят, вот, у вас же есть Мамба, он проект так великолепно сочетается с Мамбой, у вас же есть Бегун, там много трафика, давайте Бегун берет природный трафик, мы сразу выясним это нервничное. Пока вы маленькие, наверное, ну, в смысле, пока компания маленькая, здорово ожидать, что у вас будет приводить трафик на бесплатный, или там поставить на главную страницу популярного сервиса. Но когда вы сами крупный, популярный сервис, который может этот трафик продать, а страницу свою главную может куда-нибудь другую применить получше, вы будете сильно против подобной дотационной деятельности. И, в общем-то, никакой синергии, в моем понимании, качественно не получилось. Ровно потому, что все компании, даже внутри портфеля, стремятся к рыночному взаимодействию. Ну и, разумеется, не нужно ожидать, что компания будет как-то упакована и продана сильно дороже, чем она стоит на самом деле. Фонды никого никогда не обманывают, бизнес фондов в совершенно другом. Поэтому фонды не будут продавать что-то по несоответствующей цене. Фонд может вас защитить от дисконта. Собственно, что может реальности дать фонду, что можно от него ожидать и требовать, это не так много, но это все ценные и хорошие вещи. Он может вам дать деньги и ускорить ваше развитие. Он может, в отличие от бизнес-самблера, не высасывать у тебя мозга, дать спокойно работать. Фонд – это профессионал. Вы понимаете, что он понимает разделение РАИ, да? Вы работаете, он инвестирует, контролирует, все. Фонд может ускорить мучительный шаг закрытия проекта. И он может помочь вам так структурировать компанию, чтобы она не содержала каких-то ненужных скидок. То есть она стоила распределить цену, но они дешевле, потому что у вас есть сейф, из которого вы иногда даете деньги премии сотрудникам. И в случае выхода, то есть смена акционера, это создаст дисконт в огромные сотни тысяч долларов из непрозрачной бухгалтерии. Самое ценное – фонд может помочь вам хорошо продаться. Он умеет находить покупателей и хорошо продавать компанию. Инвестор имеет дело со множеством проектов, и важно, например, с каком влиянии оценивать вас и то, что вы говорите. Детальный бизнес-план – это прекрасно, но нормально, в моем понимании, фонд понимает, что просчитать будущее нельзя. Точно то же самое происходит с командой. Одни и те же люди в разных ситуациях эффективны и великолепны, либо совершенно бесполезны. Я очень не рекомендую преподносить свой проект как убийцу ВКонтакте, убийцу Яндекса, Гугла и, не знаю, в каких-то более узких нишах. Инвесторы не любят, они понимают, что рынок переигрывается очень редко и, вряд ли, это произойдет именно с вашей компанией. И очень важно понимать, что любые нормальные фонды, они любят лидеры. Или компании, которые имеют кондиции лидера. Поэтому, чем четче вы видите нишу, чем она новее, чем легче мне занять лидерство, тем больше у вас шансов получить инвестиции. Большинство ниш содержат двух игроков, а все остальное – это частный бизнес, который может прокормить себя в семье предпринимателя, но не более чем. На самом деле инвестор смотрит, разумеется, не на бизнес-класс, не на команду, он с ним не познакомится, не будет работать только с вами. Ну, в большинстве случаев пока нет. Конечно, я несколько упрощаю. И что важно дать инвестору понять? Самое главное. Инвестор инвестирует в рынок, в ситуацию, он понимает, что это перспективно. Либо это гнилой рынок, и он скоро будет замещен каким-то другим. Инвестор инвестирует исключительно в лидера, ему не нужен игрок номер 3, игрок номер 10. Он инвестирует в конкретного человека, тот парень, который сидит и смотрит по глазам, вот именно ему даются деньги, именно этот человек будет за эти деньги отвечать. Именно инвестором нравится, что именно этот парень, независимо от других его партнеров, его команда, придет к успеху. И инвестор понимает, должен понимать, как он видит из этого проекта, кому он его продаст и когда. Если фонд осознал вот эти четыре красные галочки, я думаю, что деньги вы получите с вероятностью 90%. Ну и главный секрет инвестора, который дает вам ключ к его сердцу, это вовсе не хорошие бизнес-планы, не команда, не технологии, не амбиции убить ВКонтакте, Яндекс и Гугл. Инвестор инвестирует просто в хороший бизнес. Чем меньше вы будете думать о бизнес-планах, чем меньше вы будете, ну в плохом смысле, бизнес-планах, да, как формальный документ, который показывает инвестор. Чем больше вы будете строить ликвидную, здоровую компанию, удобную для продажи, тем легче он будет найти инвестора, не становись профессиональным фондрайзером. Множество прекрасных предпринимателей представлены предпринимателями и стали менеджерами по инвестору и ликвидной жизни. Это плохой путь, я его очень не рекомендую, я рекомендую строить компанию и продавать. Все, спасибо. Спасибо большое, Алексей. Субтитры создавал инвестирует свой инноваций и бизнес продолжает последнее одиночное выступление Станислава Протасова. Последние три года Станислав пропадет разработку продуктов виртуализации в компании Parallels. Тема его доклада «Есть идеи, нет компании». Здравствуйте, меня зовут Станислав Протасов, я работаю в компании Parallels, работаю очень давно, еще когда такой компании не было, я один из основателей этой компании. Я сегодня хочу поговорить об очень простых вещах, которые, наверное, не очевидны. Компания Parallels сегодня порядка 800 сотрудников по всему миру, мы продаем свои продукты в 100 странах мира примерных. Поэтому мы, наверное, уже не стартап, но тем не менее, когда-то им были, и все, с чем столкнулись вы, нам знакомо. И те вещи, о которых я сегодня буду говорить, они на самом деле очень простые, но нам вот почему-то потребовалось огромное количество времени, чтобы их понять. Первая вещь, да, то есть вот стартап начинается с идеи. Надо понимать, что на самом деле идея в современном мире, она, как правило, эволюционная, нереволюционная. Потому что что-то придумать такое, о чем никто из 6 миллиардов людей не задумывался, да, еще, достаточно трудно. И, наверное, даже не надо. Поэтому надо понимать, что мы, в общем-то, в бизнесе каких-то эволюционных улучшений, и работать надо с теми идеями, которые у нас есть. Теперь, обычно люди переоценивают стоимость идей. Я, например, достаточно часто сталкиваюсь с такими вопросами, как мне защитить идею, как мне убедиться, что ее не украдут. На самом деле идею защищать особого смысла нет, потому что идея – это в лучшем случае 1% успешного бизнеса. И поэтому привлечение каких-то сторонних экспертов и знакомых людей, чтобы они могли, помогли вам обсудить вашу идею и понять, иметь ли она какой-то смысл, это не так уж плохо. Дело в том, что даже если кто-то воспудится от вашей идеи и захочет делать свою собственную компанию, свой собственный стартап, шансы на то, что у него получится, достаточно маленькие. Потому что идея – это только начало.